всем привет дорогие друзья с вами Бастей и в этом видео я расскажу о том как установить виртуальную машину с помощью программы virtualbox на эту виртуальную машину мы установим windows 7 устанавливать мы будем именно данный образ в прошлом своем версии видео я уже устанавливал но так как он у меня уже есть и мне он в принципе понравился мы будем устанавливать опять таки его и так скачать его можно было с помощью торрента нажимаете скачать сервера напрямую у вас получается вот торрент ссылка открываете ее и скачиваете он у меня уже скачен и мне это уже делать не требуется вы можете в принципе скачать любой другой образ не столь важно несмотря что вы предпочитаете здесь в принципе они все если хотите с другой сайта качать и самое главное нам потребуется virtualbox и так качать его стоит с данного сайта вообще все ссылки я перейду в описании под видео если у вас стоит windows как у меня вы качаете по данной ссылке если у вас стоит другая любая ойс то качайте по другим ссылкам то например вот для linux есть для osx solaris и так далее здесь также есть билды их не но в общем качаем для windows файл весит 112 мегабайт ожидаем скачки итак вот он все скачалось открываем установщик запустить next а здесь выбираем путь установки данной программы я не буду ничего менять давай next здесь также не снимаем галочки yes install все ждем установки программы нажимаем да браузер нам уже не потребуется если мы скачали и программы и образ образ у меня будет храниться на внешнем жестком тиске можно назвать он брасте итак как только мы приготовили образ установили программу сейчас она установится я ее запущу и покажу что делать далее программа запустилась оракул виртуал бокс менеджер и теперь создаем виртуальную машину нажимаю кнопочку создать называем ее как-нибудь называем ее как-нибудь назовем ее windows test или давайте нажимаем vr windows test тип как я и говорил здесь можно устанавливать не только windows здесь можно устанавливать любые другие ос но на примере я буду показать именно windows версию версию также рекомендую выбрать для простоты действий помимо того что тут все начинается в принципе с windows 3 1 аж с нее и можно вплоть до windows 10 или даже любой другой windows как вы видите мы будем ставить windows 7 64 битвы next указываем объем оперативной памяти которая будет выделяться наш виртуальной машины машине я выделю 1 гигабайт 1.024 мегабайта но в принципе мне кажется это будет вполне нормально для нее так как у меня всего четыре нажимаем next создать виртуальный жесткий диск да он нам нужен и выбираем тип жесткого диска я всегда убираю virtual hard disk и здесь нам уже формат хранения данных нужно указать динамически или фиксированной в чем разница при динамическом если вы ведете частую запись то диск может увеличиваться то есть в принципе это довольно таки удобно если вы превышаете так скажем иметь он автоматически будет увеличиваться или же уменьшаться насколько я помню однако в фиксированном размер не изменяется но например если мы сравнивать будем эти два диска один заполним то есть оба заполним одинаково скажем на пределе то хоть он динамически увеличится но будет работать в разы медленнее чем фиксированным поэтому если вы точно знаете сколько вам нужно гигабайт мегабайт гигабайт и вы хотите высокую скорость записи диска так сказать то выбирайте фиксированный если же для вас это как для меня сейчас неважно то выбираем динамический нажимаем далее указываем имя этого диска то есть это вам привычный c и d я назову его z здесь мы указываем уже объем у меня здесь всего на все 600 гигабайт вроде поэтому я укажу в принципе не так уж много я укажу 32 давайте покажу это в принципе и мало но в общем подойдет нажимаем создать отлично вот и готова наша вторая машина прежде чем ее запустить я обычно приступаю к настройке нажимаем настроить сейчас запустится и так общее имя вообще сейчас прогрузится да все прогрузилась здесь мы можем в принципе настроить различные настройки но все же посмотрим что здесь есть например я хочу разрешить использовать сеть пайта windows чипсет меня не будем манипулятор курсора выбираем что стоит у вас часы в системе в принципе это не столь важно да неважно так вот видео память видео память я в принципе выделяю все 128 мегабайт у меня количество мониторов вообще у меня три но мы будем работать со видео коэффициент масштабирования 100 процентов и я всегда включаю 3d и 2d ускорения видео сейчас он немного прогрузится что если хотите можете выделять также как и я если не хотите что-либо скажем не знаю испортить или еще что можете пока эти настройки не трогать и потом поэкспериментировать здесь ничего трогать я не буду носители тоже не буду трогать аудио драйвер обычно стоит по дефолту если у вас какие-то другие аудио устройства то также можете настроить сеть нет ком порт нет юсби нет общей папки в этом не то что и понравилось в вертолобоксе точнее один из плюсов это общей папки то есть например если я хочу открыть диск д и для той виндоус который мы сейчас установим я задаю всего лишь путь делаем так путь папки и выбираем только для чтения и авто подключение выберем авто подключение окей все теперь я смогу 100 виндоус подключаться к данной интерфейс пользователя в принципе тут ничего трогать не обязательно сохраняем настройки и готова наша машина настроена что же теперь нажимаем запустить и приступим к установке виндоус 7 ждем пока запустится ваша виртуальная машина все настройки что вы провели мы можем увидеть здесь же главном окне и так вот наша виртуальная машина запустилась имеет она вот такой размер в будущем мы это исправим здесь нам нужно выбрать загрузочный диск а именно наш образ windows ну или linux что у вас там я выберу как уже сказал свой образ мои файлы точнее образ него я его скачал да вот мы выбираем его здесь и нажимаем продолжить для тех кто уже устанавливал windows принципе не должно быть загадкой что будет дальше а также для тех кто посмотрел мое прошлое видео по virtual box поэтому в принципе если вам уже знаком процесс установки вы можете пропустить тут минуту или минуты две я не знаю еще сколько будет выкладывание видео в сеть сколько здесь будет времени однако советую перемотать если вы уже знаете как устанавливать windows а для тех кто не знают мы продолжаем так приступаем к установке переводим мышку данную часть экрана выбираем установка windows 7 мон эдишн ждем пока все погрузится и начнется установка и так вот все погрузилось и теперь начинаем установку далее выбираем диск который мы недавно создавали далее вот и началась наша долгождавная установка которая будет занимать гораздо больше времени чем то что мы делали до этого а именно займет наверно на полчаса зависимости от вашего компьютера а с тем учетом что она мне сочетает еще с внешнего жесткого диска то это займет наверное еще немного больше времени в общем ждем итак частичная установка завершилась сейчас будет для завершения касательно размера экрана почему он так быстро стал таким большим я перешел в разрешение экрана и установил разрешение которое мне требуется 1600 на 1200 мне хватит так так продолжение то есть перезагрузка перезагрузить сейчас перезагружается не ваша windows а именно windows виртуальной машине скорее пресса не кейта под форсидюр дивиде нажимаем что-либо любой клавиши он уже видит и мышку и клавиатуру в принципе он и видел и ждем снова таки запуска windows итак он требует еще очередного перезагрузку компьютера как я уже говорил не всего а именно виртуальной машины пожалуй это будет последняя перезагрузка опять нажимаем любую клавишу и ждем запуска системы итак теперь у нас перезапустила система но у нас опять таки загрузился установщик что же делать в этом случае для этого мы набираем устройство оптические диски точнее нет мы сначала перезагружаем его снова завершение работы перезагрузка переходим в устройство оптические диски и снимаем галочку с windows как вы видите он теперь не увидел никакого cd диска который требуется прочистить и начинают самый обычный запуск windows а теперь мы видим когда наша система запустится итак наша система запустилась теперь нам требуется произвести самые последние настройки и первое что нам требуется это назвать так как hpk я назову его bst2pk нажимаю далее пароль я не хочу вводить указываем время нажимаем далее итак вот мы и попали в меню в котором требуется выбрать основные программы которые вы хотите установить я же ничего не хочу устанавливать это занимает какое-то количество времени мне сейчас это не нужно нужно либо выход либо начать установку в принципе убрал я это просто чтобы показать что здесь есть пожалуй на этом все мы завершили установку windows все таки надо было нажать выход сейчас в общем то мы и завершили установку windows активацию думаю вы сами пройдете что касается размера вот почему он такой мелкий почему он не подходит к моему экрану неужто мне нужна установка дрова нет для этого вы переходите во вкладочку устройство подключить образ диска дополнительный гостевой ОС и ждете пока ваш виртуальная машина увидит якобы установочный диск и запускаете его на этом установочном диске якобы установочном диске есть программа которая исправит все неполадки нажимаете галочку нет это уже написано ок елки ok install здесь мы тыкаем галочку установить итак установка завершилась и чтобы все заработало нам требуется перезапустить компьютер нажимаем reboot now и finish ждем перезапуска системы и вот как вы видите наша windows запустилась и теперь давайте же сделаем полноэкранный режим для этого мы теперь ну вот в принципе все мы сделали нет это еще не полноэкранный режим здесь также можно изменить его вот нажимаем вид и нажимаем данный режим полноэкрана хост f у меня хост это клавиша right control то есть правый control он также служит для переключения мышки в виртуальной машине на мышку вне виртуальной машины то есть на наш ос в общем перейдем в полноэкранный режим переключить и теперь как вы видите мы из нашей домашней ос перешли в виртуальную здесь мы можем использовать все папки все файлы также у нас есть доступ к интернету мы спокойно можем скачать любые приложения и так далее что же в принципе я показал все что хотел показать с помощью клавиш control и f мы выходим из нашей как раз он с тем точнее убираем полноэкранный режим и в принципе мы можем завершить работу то есть в принципе можем выключить ее как обычный windows нажав клавишу пуск завершение работы так и просто закрыть здесь же мы можем сделать что мы можем сохранить состояние машины то есть как бы оставить ее такой какая она есть сейчас не выключая сигнал завершения работы как я уже сказал и выключить машину то есть как бы отключить питание я отключу питание чтобы мгновенно все закрылось что ж на этом все всем спасибо за просмотр дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайки если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть больше таких видео а с вами был Бастер всем пока 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 пока